Собор святого Петра Триумф инженерной мысли и чудопланировки Создан в эпоху итальянского возрождения Человеком по имени Микеланджело Но даже сегодня во времена чудес науки Источник восхищения А рядом в Ватикане Сикстинская капелла Украшенная самыми знаменитыми фресками В истории живописи Работы художника, который не хотел рисовать Микеланджело Боанаротти Один из величайших гений в человечестве Титан эпохи Возрождения Прославленный итальянский художник Скульптор, архитектор и поэт По своей универсальности Величию и глубокой продуманности Творческих замыслов Намного превосходил современников Считая себя только скульптором Создал большое количество живописных шедевров Набросков, грандиозных архитектурных проектов Таких как Сикстинская капелла Гробница Папы Юлия II Собор Святого Петра Его творческая жизнь была полна конфликтов И тем не менее Это не стало препятствием Триумфальному шеству его искусства Его произведение обладает такой мощью Страстной силой Которым трудно подражать И которую невозможно воспроизвести Микеланджело до конца жизни Оставался великим сыном своего века Но и нынешние и грядущие поколения Будут находить в его творчестве Новые идеалы Созвученные их мыслям и чувствам Микеланджело Буанаротти Родился 6 марта 1475 года В маленьком городке Капрезе Недалеко от Флоренции В настоящее время Этот городок называется Капрезе Микеланджело В честь великого мастера Микеланджело был пятым ребенком в семье Решающее влияние на внутренний мир Будущего художника Видимо оказала ранее смерть матери Она умерла когда мальчику было всего 6 лет Ребенка отдали кормилице Жене каменотеса Почти все жители этого района Работали на каменных карьерах Впоследствии он так рассказывал Об этом периоде своей жизни Из молока кормилицы Извлеки резец и молот Которыми создаю свои статуи Там Буанаротти научился работать с глиной И познал азы обращения с резцом Спустя некоторое время Мальчик был отправлен в школу Но его больше интересовали Уроки рисования Которые он получал Общаясь с художниками И перерисовывая в цирке фрески и икон Первой серьезной художественной работой Микеланджело Буанаротти Был рисунок сделан из гравюры Шангауэра Во время обучения в мастерской Братьев Герландаио Вначале юноша сделал копию с гравюр А затем нарисовал с нее картину Увеличив размеров и расписав ее красками По воспоминаниям одного из учеников Микеланджело специально ходил в рыбные ряды Чтобы в деталях рассмотреть строение плавников Рыбьих хвостов И других элементов А затем перенести увиденное на бумагу Проучившись в мастерской всего год Буанаротти перешел в художественную школу Открытую Лоренцо Медичи И здесь помимо занятий живописью Он стал познавать секреты скульптурного мастерства Будучи в хожу в дом Медичи Буанаротти имел возможность познакомиться С роскошной коллекцией Включающей не только работы Мазаччо Донателло Джотто Но также и античных авторов Увиденное оказало огромное влияние На последующее творчество Микеланджело Буанаротти Он осознал, что скульптура и живопись Существенно отличаются друг от друга Не только по форме Но и по внутреннему содержанию Если живописец, рисуя картину Запечатлевает на холсте то, что видит Дополняя это своими внутренними эмоциями То скульптор опирается в первую очередь На свое внутреннее видение И придает каменной глыбе соответствующую форму Получив достойное художественное образование Буанаротти начал путешествовать по стране Он получал заказы от представителей Высшего света и духовенства В числе его заказчиков Папа Юлий II Кардинал Риарьев Папа Лев X Папа Павел III И Микеланджело Буанаротти пишет картины Расписывает фресками капеллы Создает скульптурные композиции Которые по сей день остаются Непревзойденными шедеврами мирового искусства Полотен, написанных этим непревзойденным гением Очень мало Он предпочитал создавать фрески И скульптурные композиции До наших дней сохранилось всего несколько картин Микеланджело Буанаротти Среди них Мадонна Дони Положение в огроб Манчестерская Мадонна И Мучения Святого Антония Также искусствоведам известны названия полотен Которые были утрачены По тем или иным причинам Это Венера и Амур Леда и Лебедь Битва на Кашине Помимо картин Микеланджело Буанаротти Сделал множество рисунков и эскизов Падение Фаэтона Распятие Титий Клеопатра Мадонна с младенцем Всем ценителям искусства Известны фрески Написанные им на сводах Систинской капеллы А также фрески Страшный суд Распятие Святого Петра Обращение апостола Павла И другие Наиболее известной скульптурой Микеланджело Считается статуя Давида Которую он создал В возрасте 26 лет Помимо этого В числе скульптур Микеланджело Буанаротти Сохранившихся до наших дней Есть такие шедевры Как Пита Умирающий раб Моисей Мадонна Медичи Восставший раб Серия скульптур Для капеллы Медичи Симфолизирующих 4 времени суток А также Борельеф и Мадонна У лестницы Тондо Пити И прочее Сегодня Произведения Микеланджело Буанаротти Украшают собой Логр Собор Святого Петра Ватикане Митрополитен Музей В Нью-Йорке Флорентийскую академию Изящных искусств А также другие музеи И художественные галереи Дебютным произведением Флорентийца Микеланджело В Риме Стало мраморное изваяние Вакха В человеческий рост Сделанное вероятно По заказу кардинала Риарьё Статуя была приобретена Банкиром Якопо Дали Установившим её В своём саду Рядом с античными Скульптурами В период Между 1498 И 1499 Годами Микеланджело Извоял Для французского Кардинала Жана Белера Де Ла Грула Статую Пьета Эта скульптура Была сразу признана Шедевром И больше чем Все остальные Способствовало Утверждению Славы художника Который вскоре Получил ещё один Важный заказ На картину Погребения Христа Эта неоконченная Картина Была предметом Длительных дискуссий В ходе исследований Было выявлено Что картина Относится к раннему Периоду деятельности Микеланджело Но не удалось Определить Написана ли она Самим художником Или речь идёт о работе Одного из учеников Выполненной По рисунку мастера Или просто О подражании Из некоторых документов Опубликованных В 1981 году Яствует Что В 1500 году Микеланджело Был заказан Алтарный образ Предназначавшийся Для церкви Санта Агастина В Риме Но художник вернул Выданные ему за даты Даже при отсутствии Полной уверенности Исследователи Считают Что речь идёт Именно об этой картине И признают Что она была написана Микеланджело И осталась Неоконченная В связи с его Возвращением В Флоренцию В 1501 году Ещё до появления Указанных документов Американский искусствовед Бернард Бернсон Писал В 1938 году Меня немало Удивляет Что этот шедевр Встречает Столь слабую поддержку Никакой другой художник Не был бы В состоянии Наделить Четыре основные Фигуры Композиции Столь грандиозными Илья Магдалина Личность двух персонажей Справа Неясна Человек Что стоит ближе К Христу Внешне похож На женщину Но по всей вероятности Это мужчина Возможно Никодим Женщина Красной мантии И по-видимому Соломия Сестра Богоматери Неоконченная фигура Справа Дева Мария Возможно Художник не смог Закончить эту фигуру Из-за отсутствия Ультрамарина Редкой в то время Краски Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулton Корректор А.Кулton Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok